Кто из коммерсантов получит денежную поддержку, пока неизвестно, но одно, можно сказать, точно ниши для малого бизнеса в районном центре хватает, и одна из них уже занята. Органическая косметика сегодня уверенно вытесняет с полок средства, в состав которых входят агрессивные химические ингредиенты. В век, когда состояние экологии не выдерживает никакой критики, хочется больше естественности. Ее теперь могут предложить жителям и гостям Ярсале. В районном центре открылся новый магазин с озвученным ненецким именем, который борется за натуральность. Новый павильон словно кричит о своем названии ярко-оранжевым цветом. Маранга в переводе с ненецкого «морожка» распахнула свои двери для покупателей. Бренд, рожденный на Ямале, знаменит мылом, скрабами, бальзамами для губ и другими средствами, созданными вручную из натуральных компонентов. Владелица магазина Сандра Сиротета принимает своих первых покупателей. Клиенты с интересом осматривают полки с затейливыми вещицами. Благо, что можно не только убедиться в натуральности состава, но даже ознакомиться с запахом продукции. Идея открыть свой магазин посетила Сандру уже давно. Занимательное хобби со временем превратилось в небольшое производство, которое требовало расширения. Сейчас девушка с улыбкой вспоминает, когда-то ее увлечение началось с неудачного опыта в парикмахерской. У меня были очень короткие волосы, покрашенные в ярко-оранжевый цвет. Ради этого цвета я два раза подряд осветлила волосы, и они у меня напоминали паклю. Начала я пробовать тогда впервые полностью нейтральные шампуни твердые, бальзамы, маски для того, чтобы восстановить волосы свои, привести их в нормальное состояние. Потом были ярмарки, там Сандра заинтересовалась экологически чистыми средствами по уходу за собой, а решающим моментом стало кондитерское мыло, на которое девушка случайно наткнулась в соцсетях. Несколько дней смотрела кондитерское мыло, где ты реально просто не можешь отличить, где кусок пирога из мыла, а где настоящий кусок пирога. И меня это настолько захватило, что я заказала там первые по килограмму основы, там несколько красителей попробовала, а потом мне так понравилось, что я уже начала помногу закупать, всем дарить. Продажи на ярмарках показали спрос населения на продукцию, и дело пошло. К этому времени подвернулось предложение об аренде павильона, потом были месяцы кропотливого ремонта, и вот магазин уже готов встречать посетителей. Первые покупатели ушли не с пустыми руками. Каждый нашел товар себе по душе. Несмотря на то, что все средства, которые здесь представлены, это ручная работа, ценовой диапазон достаточно низкий. То есть в магазинах промышленного производства мыла и скрабы стоят дороже. Вот такие вещи, мне кажется, они намного, как сказать, более желанные в доме, в быту. И сразу видно, что они сделаны с любовью и для покупателей. Кроме средств по уходу и очищению кожи, в магазине можно купить мочалки из натуральных материалов, деревянные расчески, спонжи для умывания и даже собрать подарочный набор в красивой упаковке. Еще одно направление – фотоуслуги. Магазин предлагает отсканировать, заламинировать, откопировать нужные бумаги, распечатать фотографии стандартного и большого формата. Здесь можно сделать и фото на документы. По словам специалистов, обе эти ниши в Ярселе весьма востребованы. Спрос у них есть, они уже оценили себя на ярмарках, им понравилось, поэтому открыли торговую точку. Думаю, что у населения, особенно перед Новым годом, спрос точно будет. Предприниматели, как называется, заработают на этом и дальше будут развивать свой бизнес. Фотоуслуги – это вообще актуальное направление, оно всегда необходимо, особенно если будет у него хороший режим работы. выходные дни или поздно вечером, когда у людей действительно есть время сходить сфотографировать. Новый магазин пока только начинает работу, однако владелец Амаранги смотрит в будущее с уверенностью, планируя оправдать название бренда и создавать по-настоящему полезную косметику на основе местных растений. Заняться минеральной косметикой, то есть это декоративная косметика, это пудра, тени, румяна и так далее. Еще хочу научиться высушивать ягоды так, чтобы получать фруктовые, ну ягодные пудры и добавлять их в бомбочки. Это очень хорошо обогащает бомбочки, очень хорошо питает кожу. Вот, и самая такая прям цель – это у меня начать делать гидролаты. Это цветочные воды, опять же, на основе местных травушек. Иметь собственное дело хотят многие. В Ямальском районе предпринимательская деятельность набирает обороты, новые направления, завоевывает одобрение жителей. Этот факт радует, ведь часто малый бизнес для коммерсантов – это возможность получать от любимого дела хорошую прибыль, а значит, реализовать свой потенциал. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ярселе.